Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Семь десятилетий мирной жизни. На Брещене, как и по всей республике, прошли торжества, посвященные Дню Независимости. Долгая и благополучная семейная жизнь, бриллиантовые юбиляры, семья Февралевых поделились своим секретом тепла и яркости домашнего очага. Эрик Поль Брест в числе победителей. Компания, работающая в сфере информационных технологий, привезла очередную награду в город Набуга. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Праздник национальной гордости, доблести и славы. На этой неделе, 3 июля, вся Беларусь отметила День Независимости. В этом году дата юбилейная. Ровно 70 лет назад, в июле 44-го, город-герой Минск был окончательно освобожден от коричневой чумы. Именно поэтому этот знаменательный день занимает особое место в историческом календаре нашей страны. Каждый год, 3 июля, по всей республике проходят торжественные мероприятия, митинги и шествия, посвященные Дню Независимости. О том, каким был этот день в городе над Бугом, чего желали берестейцы Белоруссии и людям, и какая атмосфера царила на традиционной акции «Споем гимн вместе» у главных ворот Брестской крепости, смотрите в первом материале выпуска. У памятника освобождения на площади свободы первом плацдарме торжественных мероприятий было традиционно многолюдно. Представители городской и областной вертикали власти, молодежных организаций, ведомственных структур, а также те, кто с особым почтением относится к истории освобождения нашего народа. Все они пришли почти в память героев, погибших в борьбе за свободу. Конечно, самые главные гости на митинге – ветераны, бойцы Красной Армии, партизаны и подпольщики. Ценой невероятных усилий, а порой и самой жизни, они отстояли мирное будущее Белоруссии. И благодаря именно их подвигу, сегодня молодежь живет в свободной и независимой стране. Наша задача сейчас – встретиться с молодежью в школах, в лицеях, в гимназиях, и рассказать о тех событиях, которые ты сам пережил, понимаете. Неважно, где я воевал – на этом фронте, на другом, но мы сейчас все оказались здесь, в Белоруссии. Как наш президент Александр Лукашенко, то приветствие, которое он прислал всем ветеранам войны, он говорит в этом приветствии, просит, что доказать всем, которые нарушают историю и говорят о том, что победу одержали там западники и так далее, и так далее. Вот мы, ветераны, должны, как он говорит, выполнить эту задачу. Но мы стараемся выполнять эту задачу. Современная молодежь хочет знать свою историю, следить за всеми знаменательными государственными праздниками, старается разобраться в нынешних политических событиях, которые проходят вокруг нашей страны, и отвести для себя, понять место Республики Беларусь в современном мире. А такие даты, как 3 июля – это одна из важнейших дат в нашей истории. Молодежь ее чтит, помнит и старается принимать участие во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. Официальные торжества нашли продолжение на территории мемориала Брестской крепости «Герой». Возложение венков, минута молчания, оружейные залпы. Все это – воинские почести солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Священный ритуал – напоминание мирным жителям о том, что завоеванная победа далась дорогой ценой. Это бесценное достояние, мир в стране и в сердце, каждый из нас обязан сохранить для наших потомков. Самое главное, что мы должны открытыми быть. Открытыми быть и с теми, кто прошел дорогами войны, и с теми, кто потом воссоздавал нашу страну, и с теми, кто сейчас будет заменять всех нас, и ветеранов, и нас, потому что именно я имею в виду уже подрастающее поколение – наши дети, наши внуки. И мы должны им откровенно и показывать, и учить, и воспитывать на том, что есть хорошее выражение, я где-то услышал, что Бог не всесилен в своем, всесилен вроде такой, да, а Бог силен своей правдой. Это очень хорошее, я считаю, слово, потому что и мы должны именно за счет своей правды, за счет того, что мы должны быть открытыми перед всеми, в том числе перед своими детьми. Это как раз вот, я считаю, самое главное воспитание наше подрастающее поколение. Мероприятия, посвященные главному празднику страны после окончания торжественной церемонии, продолжились на многих площадках областного центра. Музыкальные и танцевальные концертные программы, конкурсы и состязания. Многие участники праздника признаются, что каждый год с нетерпением ждут именно этот день, еще и за ту непередаваемую атмосферу всеобщей радости и веселья, которая царит почти повсеместно. Праздник очень нравится, можно покататься на разных каруселях, аттракционах, нравится концерт, очень красиво поют. 3 июля – день рождения страны, важная и особенная дата для каждого белоруса. Поэтому поздравления и пожелания в День независимости были адресованы не только синекой, но и белорусскому народу. Счастье каждого в конечном итоге составляет общее благополучие, и наоборот, развитие государства дает возможность спокойно жить и плодотворно трудиться. Конечно, мирного неба над головой, это главное, конечно. Ну, чтобы у нас все, чтобы люди были здоровые, чтобы все в Белоруссии, конечно, да, замечательно, чтобы процветала наша Белорусь. Счастье, чтобы было много людей и коренный рост. Чтобы были все счастливы, чтобы было мирное небо, солнышко такое вот, как сейчас вот светило, чтобы не было самой главной войны. Вечерний праздничный концерт у стенцы Тадели собрал несколько тысяч человек. Яркий вечер подарил не только хорошее настроение. В знак памяти о подвигах солдат Великой войны, единстве и целости нашей страны сегодня, а также уважение тех, кто ежедневно трудится на благо своего государства, участники и гости мероприятий исполнили гимн Республики Беларусь. Проходят годы, уходят ветераны, те, кто выжил, чтобы рассказать нам правду о войне. Те, кто шел до конца, знал и верил, что наша страна станет уверенным и самостоятельным государством. Сегодня участники войны завещают нам, как сберечь мирное небо над Беларусью. Надо себя готовить к защите Родины очень серьезно. А для этого надо беречь свое здоровье, развивать свою физическую силу, получить соответствующее хорошее образование, быть готовым к защите Родины, знать хорошее военное дело, отслужить в армии и сделать все так, чтобы не надо было брать в руки оружие. И тогда будет всегда мирное небо. Виктория Дрогобецкая, Витархалявка, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Счастливая семья Счастливая семья – это основа современного общества, опора и защита для каждого человека и всего государства. Именно в семье формируются главные жизненные установки, единые для всех людей ценности. 4 июля, в преддверии Дня любви, семьи и верности, в Российском Центре науки и культуры прошли праздничные мероприятия и торжественная церемония награждения. Медали «За любовь и верность» получили сразу 5 берестейских супружеских союзов. София Бережная продолжит тему. Начало хорошей традиции было положено накануне в городе над Бугом. В Российском Центре науки и культуры в преддверии Дня семьи, любви и верности прошли праздничные мероприятия, в ходе которых специальными медалями были награждены супружеские пары, как прошедшие по жизни долгие годы, так и те, которые недавно зарегистрировали свой брак. Программа получилась красочной и разнообразной. Презентация на тему семьи, музыкальные выступления участников, а также чтение стихов Брестского поэта Василия Абанова наполнили атмосферу семейной теплотой. Сегодня мы провели мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Это новый такой праздник. Отмечается он у нас с 2008 года. Это праздник еще не государственный, но всенародный, потому что он пользуется большой популярностью среди россиян. У нас в России учреждена медаль. Это общественная награда, которая выдается семьям, прожившим в браке более 25 лет, которые сделали что-то значительное для своей земли, где они живут, которые воспитали достойных, хороших детей, и которые своими семейными отношениями служат примером для будущего. За несломленную за долгие годы любовь специальные награды получили пять берестейских семей, каждая из которых бережно хранит свой секрет семейного богополучия. Мы в браке в 1948 год. Вера Николаевна Брещанка, коренная, а я коренной ленинградец. Познакомились мы в Ленинграде, тогда еще я учился в академии. И вот с тех пор я полюбил и Веру Николаевну, и Белоруссию. Молодым семьям надо научиться любить друг друга. Это очень сложная наука. А в семье тем более. Здесь много можно дать рекомендаций. Как вот ты считаешь, Вера Николаевна? Конечно. И прощать. И ценить друг друга. Семья – это основа государства. Это бриллиант в государстве. И чем лучше и крепче семья, тем крепче государство. Естественно, будем проводить эти мероприятия. И будем, но самое главное, найти такие пары, которые необходимо, во-первых, узнать и показать окружающим. Но Брест – чудесный город. Здесь чудесные люди. И мне кажется, что таких семей здесь будет масса. Семья является основным элементом общества и хранительницей человеческих ценностей. Ее преобразование происходит вместе с окружающим миром. Во все времена она служила фактором стабильности. Ее благополучие можно назвать мерилом развития государства. Празднование этой даты позволяет нам лишне разодуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Софья Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Для итоговой программы. В продолжение темы. 8 июля, в день семьи, любви и верности, в город над Бугом прибудет ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются православными покровителями семьи, а их супружеский союз – образцом христианского брака. Церковное предание отождествляет Петра и Февронию с муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой Ефросинией, которые скончались в 1228 году в один день и час, каждый в своей келье. Легенда гласит, что их тела дважды разносили по разным храмам, но всякий раз они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме. Торжественная встреча святыни состоится 8 июля в 8.30 утра, в приходе которой назван в честь святых Петра и Февронии в микрорайоне Южный. Поклониться мощам святых супругов из Мурома Брещани смогут до 20 июля ежедневно с 9.00 до 21 часа. Бриллиант, как известно, камень самой необыкновенной чистоты, света и прочности. Не спроста, именно он является символом супружеского счастья и поистине алмазной крепости семейных уз, которая зиждется на трех китах – понимании, доверии и, конечно, любви. Именно поэтому бриллиантовая свадьба вызывает заслуженное уважение. Такой алмазный юбилей 60 лет совместной жизни отметили недавно супруги Февралевы – Анатолий Федорович и Лилия Александровна. Поздравить бриллиантовых долгожителей с рекордным сроком семейной жизни пришли дети, правнуки, проправнуки, а также сотрудники Брестского ЗАГСа, которые подготовили для юбиляров настоящий сюрприз. О необыкновенном чуде семейного союза и о рецептах счастья смотрите материал Виктории Драгобецкой. Супружеская чета Февралевых вместе уже 62 года. Больше полувека душа в душу, больше полувека в мире согласия и любви. Он участник обороны Сталинграда, освобождения Белоруссии и Польши, штурма Берлина. Несмотря на круги ада военного лихолетия, которое, казалось бы, в любом искоренят сентиментальность, Анатолий Федорович до сих пор нежно называет свою жену цветочек и первую встречу вспоминает с улыбкой. А меня многие упрекали, мне уже шел и 26-й год, уже многие моложе меня там на пару лет поженились. А что ты не женишься? А что я буду жениться? Чего я буду жениться? Поехал я на родину, увидел красивую девчуху. И, значит, она училась в 10-м классе. Тогда среднее образование 10 классов было, это Никита Баламут сделал 11. Вот. И, значит, что? Ну, я, знаете, и я жениться. И вот в 52-м году поженились. Ну, и удачно, я считаю, даже без сомнения. Вот, потому что... Ну, нам многие завидовали. Завидовали нам, что вот вроде семья у нас такая путевая, потому что она должна быть путевая, потому что жена путевая. Отсюда, пожалуй, это главное. Поздравить с бриллиантовой свадьбой Читу Февралевых пришли не только родные и близкие. Настоящий сюрприз для семейных юбиляров подготовили сотрудники Брестского ЗАГСа. Торжественная церемония регистрации Алмазного союза на дому, свадебный рушник, цветы и сувенир. После официальной части бриллиантовые молодожены по традиции закрепили свой союз не только подписями, но и крепким поцелуем. Она у меня птичка была. Сегодня у нас действительно необычное событие. Это не просто 60 лет, это не просто бриллиантовый юбилей, а 62 с плюсом. С большим плюсом мы назвали этот, так как нигде в никаких документах не значится это событие, как юбилейная свадьба. Но здесь прожито больше 60 лет. Это действительно уникальное событие, уникальная пара, которую мы сегодня поздравляли. Люди, которые прожили такой достаточно огромный период жизни и всегда были рядышком. Они поддерживали друг друга в трудный час. Всегда были рядом и в добрые моменты, как рассказывали наши юбиляры. Поэтому очень волнительно было также нам поздравлять их. Вот мы сегодня Зою Васильевной подарили им свадебный рушник, на котором написано «Совет да любовь». Вот именно на этом совете, на этой любви, которую они пронесли вот эти все 62 года, строила их семейная жизнь. Чтобы этот рушник мы пожелали им, они передали уже не внукам, а своим правнукам, кто первый будет затем жениться. Примечательно то, что Анатолий Федорович с первого взгляда был уверен, Лилия Александровна – его судьба. И не ошибся. За 62 года совместной жизни они пережили многое – бесконечная череда переездов, послевоенная разруха, но ни одно испытание так и не смогло пошатнуть их по-алмазному крепкий союз. Наверняка многие, глядя на это необыкновенное чудо семейного счастья, задаются вопросом, в чем его секрет. У бриллиантовых юбиляров свое мнение на этот счет. Кто-то должен все равно, вот двое человек спорят, скандалят, кто-то должен быть умнее. Все равно. Не надо доводить до горячки, до белой горячки. Вы понимаете? Вот лучше отвернуться и уйти. А потом в спокойной обстановке объясниться. Секрет того, что я была терпеливая. Ну, сами знаете, его почти не было дома. У него все только работа, а я для него только. Утром завтрак, чтобы был, обед, чтобы был. Все, вот, это первое девчатам, чтобы был муж всегда сыт. Не офигите, не крутитесь, ничего. А лучше, если хотите жить с мужем, до старости, вот только смотрите, чтобы вовремя поел. Пойдет, куда не пойдет, придет домой, будет есть дома. В чем-чем, а в искусстве кулинарии Лилия Александровна знает толк. Ее фирменное блюдо – рыбный пирог и пирожки с черникой – можно с уверенностью называть одним из ингредиентов семейного благополучия. И сегодня, спустя 62 года, эти кулинарные изыски оценивают уже дети, внуки и правнуки, рожденные и воспитанные в нежности и самой настоящей любви. Вы знаете, бабушка с дедушкой у нас легендарной, и нам очень повезло, что бабушка с дедушкой так долго вместе, и мы можем спрашивать советы иногда какие-то. Ну и для нас должна быть уже традиция счастливая, что вот так вот нужно, как они, жить вместе, дружно, и чтобы мы тоже с сестренкой отметили со своими мужьями 62 и дальше, и как они. Что хочется пожелать бабушке с дедушкой? Конечно, в первую очередь крепкого здоровья, еще раз долгих лет жизни, чтобы они нас всегда радовали своей заботой, своей любовью, чтобы их опыт мы переняли, и все, что лучше они нам дали за свою жизнь, чтобы мы им отплатили своей тоже с любовью, с заботой. Символизм и уникальность этому семейному союзу придает особая магия чисел. Дело в том, что дни рождения внучек юбиляров приходится на значимые даты нашей истории – 23 февраля и 22 июня, в то время как поженились наши герои 25 июня. Предначертанное это совпадение с судьбой – вопрос исторический, однако то, что оно принесло в свое время счастье двум сердцам в далеком 52-м – факт неоспоримый. Виктория Дрогобецкая, Витархалявка, Антон Луговкин, специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Информационные технологии сегодня – это огромный пласт дисциплин и областей деятельности, связанных в первую очередь с обработкой данных. Время бежит, а значит меняется быт человека, меняется его окружение. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью. Компания «Эрик Поль» – довольно молодая структура. Она была основана в 1991 году в Лодзе, в Белоруссии и в Бресте, в частности «Эрик Поль» с 2007 года. За это время организация становилась неоднократным победителем многочисленных конкурсов в области информационных технологий, теле- и радиокоммуникаций. Недавно сотрудники «Эрик Поль» получили еще один символ признания заслуг. Подробность в материале Анастасии Ноздринпатницкой. «Эрик Поль Брест» входит в польскую группу компании «Эрик Поль», которая в нашей западной стране-соседке лидер в области информационных технологий, а также является одной из 100 лучших аутсорсинговых компаний мира. За несколько лет «Брестский офис» из первоначального коллектива в 6 человек вырос до большой бизнес-структуры. Сегодня «Эрик Поль Брест» расширяет свою деятельность на рынке Белоруссии. Компания «Эрик Поль Брест» образована в 2007 году. За это время прошла достаточно большой путь от 6 человек, с которыми мы начинали, до 170 человек. Работаем в области телекоммуникации, медицины. В последнее время, последний год был интересен тем, что мы начали делать проекты для Республики Белоруссия. На протяжении нескольких лет одним из приоритетных направлений деятельности компании является сотрудничество с вузами Республики. Студенты проходят практику на базе современных информационных комплексов. Молодежь во всем поддерживают чуткие и опытные педагоги. Если в целом, то деятельность нашего отдела делится на две части. Мы поставляем продукт для зарубежного нашего клиента, а также мы работаем со студентами усиленно. К нам на практику приходит молодежь, начиная с третьего курса. И проходит у нас практику. Мы обучаем их, подготавливаем их к дальнейшей работе у нас. Основные технологии мы обучаем. Обучаем тому, что очень не хватает студентам. Это как же работать в фирме, программисты, как построить график свой рабочий, как время провести с пользой. Недавно сотрудники Рикполь Брест стали победителями по результатам конкурса «Золотой байт». Новая награда, особенно цена для коллектива, лучшая среди сильнейших права так называться, получили резиденты парка высоких технологий. Конечно, конкурентов всегда много. Мы участвовали не только в этой номинации, фирма рассматривалась и в других номинациях. Но, скажем так, побеждать среди равных очень тяжело. Слабых компаний в парке высоких технологий нет. Компании – это те компании, которые имеют определенный уровень и компетенции для того, чтобы достойно конкурировать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Каждый из нас знает, что такое художественная школа. В сознании сразу же просыпаются картинки, на которых изображены подростки лет 13-14, рисующие с натуры натюрмонты или фантазирующие с мольбертом и кистью на природе. А знали ли вы, что скоро в Бресте появится первая художественная школа для взрослых? Где будут самые настоящие уроки, самые интересные задания и самые веселые переменки? Нет? Тогда смотрите следующий материал выпуска. Вадим Сидорчик живописью занимается давно. Тяга к прекрасному передалась художнику от его прадедушки, который был настоящим мастером кисти и отлично рисовал. Получив хорошее специализированное образование в Брестском государственном техническом университете, Вадим отправился изучать искусство в Европу. Вернувшись на родину, молодой художник понял, что очень хочет делиться творческим опытом. Так и возникла идея открыть художественную школу для взрослых. Главное, что хочет привить Вадим будущим мастерам, это умение видеть прекрасное. Главная задача, которую я ставлю в своей студии, это поставить ученикам глаз. То есть способность видеть форму пространства и ее грамотно изображать. Как, допустим, у музыканта в консерваториях людям, ученикам ставят ухо, Так вот, именно художник должен уметь не обладать каким-то таким стандартным приемом техническим и везде этот прием демонстрировать, что я там пишу пейзаж, что я рисую портрет, везде вот у меня доминирует один и тот же прием. Нет, художник должен уметь видеть в первую очередь. А живописец – это человек, который умеет видеть тончайшие переливы и оттенки цвета. Пока школа только готовится ко встрече с учениками. Закупаются мольберты, кисти, сортируются книги, которые молодой художник привозил из многих стран мира. Здесь есть место как известным представителям русской художественной школы, так и знаменитым европейцам. Сегодня, когда искусство претерпевает особенные изменения, очень важно остаться мастером тонкой души и трепетного сердца. Только тогда идеи полотен и сами работы будут приносить радость окружающим. За двухтысячную историю от древних греков до 20 века можно перечислить имена великих мастеров, от Тициана, Веласкиса, Репина, Серова. Между ними громадный промежуток времени, но при этом они все являются классиками, все являются гениями. То есть кто классичнее, Левитан или, не знаю, Караваджо, это вопрос спорный. Задача перед искусством состоит… Просто бывает либо искусство, либо неискусство. Либо что-то грамотное сделанное, либо неграмотное, талантливое, бездарно. Но главной задачей перед искусством, так как это понимали в 19-м начале 20 века, является способность минимальным количеством художественных средств выразить максимум идеи изображаемого. О судьбе своей взрослой школы художников Вадим Сидорчик старается не загадывать. Учебное заведение находится в центре города. Его смогут посетить как люди с опытом, так и новички. Программа будет подбираться в зависимости от уровня подготовленности. Главная мечта мастера кисти, чтобы талантливые работы его учеников стали гордостью и украшением не только их творческой мастерской, но и различных художественных конкурсов, выставок и биеннале. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие двое суток погоду на территории Брещины будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе. В воскресенье, 6 июля осадков не ожидается. Лишь днем по юго-западу местами пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы. Ночная температура 16-18 градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов со знаком «плюс». В понедельник, 7 июля осадков также не прогнозируется. Температурный фон ночных часов будет составлять 18-20 градусов, дневной – 25-27 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова